35 тысяч километров ирригационных систем страны обеспечат прибором учёта до 2026 года. Это позволит сэкономить до 600 миллионов кубометров воды. Об этом в Казаларде заявил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана. Нуржан Нуржигетов также сообщил, что вскоре тарифы на воду для крестьянских хозяйств станут дифференцированными. Они будут зависеть от норм, предусмотренных для полива той или иной сельскохозяйственной культуры. Кроме того, до 80% затрат на сооружение скважин для орошения пассивных площадей будет субсидировать государство. Основное внимание окажет внедрению инновационных агротехнологий. Для них предусмотрены различные механизмы господдержки. Без водосберегающих технологий решить проблему нехватки воды будет сложно. Поэтому в этом году на субсидирование таких инвестпроектов минсельхозу выделили 120 миллиардов тенге. Средства есть. Теперь нужно только заключать договоры и работать. Местные исполнительные органы должны содействовать продвижению проектов. Кыргызстан и Европейский банк реконструкции и развития подписали меморандум о взаимопонимании в отношении поддержки развития возобновляемых источников энергии. Документ заключили в ходе визита делегации банка. Делегацию принял председатель Кабинета министров Акалбек Жапаров. Он высоко оценил работу банка в стране. Недавно Кыргызстан возобновил строительство гидроэлектростанции Камбарата-1, которая станет одной из крупнейших в Центральной Азии. Как заявил Жапаров, есть предварительная договоренность о привлечении средств международных финансовых институтов. Строительство ГЭС оценивает почти в 3 миллиарда долларов. Первый гидроагрегат планируют запустить через 4 года. Сделать торговлю на серии рентабельной. Обслуживание качественным, а цены низкие. Совещание главы государства о работе Белкапсоюза наделало немало шума. Организация уникальная, но фактов бесхозяйственности допускать больше нельзя. Сейчас по всей стране уже приступили к устранению недостатков. Конечно, не всё сразу, часть изменений требует времени. Но большинство нареканий сельчан достаточно устранить элементарным наведением порядка. Гродненский районный центр. Почти 40 тысяч населения. Сказывается близость к областному центру. Границы. Требования к обслуживанию у сельских жителей высокие. Торговля в деревне должна быть рентабельной, в шаговой доступности от покупателя, с хорошей ценой и качеством, плюс максимум своего на полках. Правительстве уже поступила задача разработать комплексную программу торговли на селе. Финансовую поддержку получат и те, кто свой бизнес строит на обслуживании сельского жителя. В каждом регионе делать работу над ошибками предстоит со своим акцентом. Сегодня на республиканском уровне решается вопрос по именно утилизации таких продуктов, которые уже имеют истёкший срок годности. Возврат то ли поставщику будет, то ли утилизация за счёт, в том числе за счёт производителя. Мы идём на свои какие-то убытки, но то, что надо сегодня обеспечить жителям на селе, чтобы жители были довольны. Это мы сделаем, всё это мы учли. Обеспечить достойную зарплату, как на селе, так и в целом по области. Все поставленные задачи главы государства будут выполнены в полном объёме. На сегодняшний день уже проплачено за 4 автолавки, и до конца марта мы получим 4 новые автолавки. Маршруты движения, автомагазинов также на постоянном контроле. По потребностям населениям корректируем эти маршруты. В частности, начнётся дачный сезон, поэтому теперь идёт работа по корректировке, с учётом того, что всё-таки у нас много садовых товариществ на территории. Новые банкноты с изображением британского короля Карла Третьего представили на выставке в Музее Банка Англии в Лондоне. Это четыре денежные купюры номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стирлингов. Они поступят в обращение 5 июня этого года. На реверсе сохранились портреты бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля, писатель Сэджей Ностин, художника Уильяма Тёрнера и математика Алана Тьюринга. Карл Третий – второй британский монарх в истории Соединённого Королевства, чьё изображение разместили на банкнотах. Первой была его мать, Елизавета Вторая. Новые банкноты будут входить в оборот постепенно. В Великобритании наличные деньги по-прежнему популярны. Расплачиваться ими предпочитает каждый пятый. В 2022 году более миллиона взрослых британцев не имели банковских счетов. Между тем, безналичный расчёт всё же постепенно вытесняет операции с наличными деньгами. Так, в 2011 году 55% платежей Великобритании проводились с помощью наличного расчёта. Через 10 лет этот показатель снизился до 15%. По оценкам Банка Англии, к 2031 году эта цифра сократится до 6%. Дизайн такой же, как у предыдущих банкнот. Тот же банковский символ на реверсе. Главное отличие – портрет на лицевой стороне. Не только основной портрет с правой стороны, но и портрет поменьше с левой стороны. Мощные торнадо и штормы обрушились сразу на два американских штата – Огайо и Мичиган. В результате удара стихии во многих зданиях повреждены крыши и стены. На дорогах лежат поваленные деревья, оборванные линии электропередачи. Тысячи людей остались без света. Очевидцы делятся кадрами видео с последствиями разрушений. Информации о жертвах и пострадавших нет. Ожидается, что сильные штормы, которые могут перерасти в торнадо, пройдут по территории штатов в ближайшие несколько дней. Редактор субтитров А.Семкин